Привет! Сейчас со мной в машине находится новенький арбалет. Все владельцы мини-арбалетов от Beer Hunter знают, насколько удобен встроенный натяжитель. И наверняка многие думали, что было бы клёво, если бы такой же натяжитель был в большом полноценном арбалете. И ура! Такой арбалет появился. Это Doom Armageddon от Beer Hunter. Это полноценный большой арбалет со стрелами, у которых есть три полноценных пира. То есть стандартные 20-дюймовые стрелы, без каких-то там своих ноков. Просто стандартная арбалетная стрела. И, внимание, ребят, я не знаю, сколько таких арбалетов сейчас находится в России. Но я точно знаю, что один из них у меня в багажнике, а все остальные на вкладе Beer Hunter. Специально ради этого арбалета я приехал на дачу. Сейчас мы из него постреляем, потестируем. Я вам про него расскажу, покажу всё про него. Я думаю, что видео будет интересным, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот сейчас, пока я буду нанести коробку, подпишитесь и поставьте лайк. А мы начинаем. Арбалет идет в обычной, но достаточно симпатичной коробке. Но кто покупает арбалеты ради коробок? Так что, бам! Стороночку. Мы сразу видим сертификат. Что тут еще есть? Мне вот еще стрел накидали. Родные. Beer Hunter'овские. Тоже пока откладываем. И тадам-тадам. Арбалет. Вы посмотрите, какой он маленький. Офигеть. По хвосту малютка. Так. У нас есть стремя и прикладбы. Давайте быстренько соберем. Приклад, кстати, четенький. Смотрите. Это, судя по всему, большая версия Дума Мини. А Дума Мини. Это маленькая версия обычного Дума. Также, три винта. И приклад на месте. Хотя, непривычно. Большинство арбалетов идут в сборе с прикладом, но без плечей. А компания сделала наоборот. И это прям здорово. Потому что прикрутить приклад гораздо проще, чем собирать плечи. Сколько, вот я когда в магазине работал, сколько было обращений по поводу того, что там люди бегунок не вставили или неправильно его вставили. И поэтому там все сломалось. Поэтому, ну, на мой взгляд, это правильное решение. Понимаете, я в университете, когда учился, нас там учили, что пользователь всегда дурак. И поэтому надо максимально, максимально продумать просто все, что он может сделать не так, и защитить его от этого. Вот и тут то же самое. Поэтому это правильно, что нужно приклад прикручивать. И прорезиненное стремя установлено. Что там еще у нас есть в комплекте? Смотрите, какой он малышковый. Только глядя. Вообще красота. Так, и у нас есть прицел. Ну что ж, давайте посмотрим теперь на этот арбалет поближе. По весу могу сказать, что он, ну, в принципе, как обычный арбалет. То есть это точно не меня арбалет. Весит он килограмма четыре. То тут есть интересного. Как я уже сказал, это приклад. Конечно же, стройный натяжитель. Господи, это, наверное, киллер фича. Потому что, ну, только ради этого можно купить арбалет. Сейчас постреляю. Я думаю, что... Ну, я надеюсь, что тут все работает так, как задумано. И тогда это просто будет бомба. Что тут есть еще интересного? Ну, предохранитель, собственно, кого ему дьвишь. Прижимная планка в виде зубной щеточки, да. Как на всех современных топах. Ну, и это, видите, системы блоков уже как надувие. Но блоки странной формы, необычные. Я таких не видел, честно говоря. И тоже обратите внимание на разницу между силовым модулем, на который трос наматывается. Да, это вот, ну, вокруг оси. И блоком, на который наматывается тетива. Потому что именно от разницы вот этих двух диаметров, то есть то расстояние, которое наматывается тетива, и то расстояние, которое наматывается трос, от этого напрямую зависит скорость арбалета. Что тут еще есть интересного? Ну, это передняя часть натяжителя с роликами. То есть тетива не будет перетираться, они вот крутятся. Это прорезиненное стремя. Защита под пальцы. То есть когда ты берешь арбалет, твои пальцы точно не вылезут под тетиву. Ну и вроде бы, вроде бы все. Что касается баланса, ну, в принципе, сейчас я вам покажу, чтобы вы тут... Во, во. Ну, по центру, в принципе. Вроде все четенько. Давайте немножечко поговорим про ТТХ. Сила натяжения 360 фунтов. Но за счет полиспасной системы натяжителя на самом натяжителе что-то около 50 килограмм. И все это в сумме позволяет арбалету стрелять со скоростью 450 футов в секунду. А это практически 140 метров. Что, если переводить в понятные 7 километра, это 500, мать его, километров в час. Вес арбалета 4,2 килограмма. Рабочий ход тетивы 31 сантиметр. Так, похоже, похоже, что тут есть приятный сюрприз. Это защита от холостого выстрела. Сейчас просто мы проверим, но спусковой крючок сейчас не нажимается. Пара слов про натяжитель. Как я уже сказал, на него приходится примерно 50 с чем-то килограмм. И да, он ничем не отличается от натяжителя, который там стоит на Хараоне, на Мамбе и на прочих арбалетах. Только там направляющая была сделана таким образом, что сюда можно было ставить только стрелу с двумя перьями, то сюда уже влезает прям полноценная стрела с тремя перьями. Что прям здорово. Но, поскольку 50 килограмм это все-таки 50 килограмм, а для того, чтобы 150 килограмм превратить в 50, работа-то она должна совершаться одинаковая везде, соответственно, у нас увеличивается ход. То есть мы натяжитель вытягиваем длиннее, чем проходит тетива от состояния спокойствия до замка. И поэтому тянуть приходится достаточно высоко. И поэтому, если вы повыше меня ростом, то есть там хотя бы сантиметров 180, например, у вас есть, ну и вы покоренасте, потому что я уже два года в качалку не ходил, то вам, в принципе, будет комфортно заводить. Вот, то есть тут даже ручки сделаны, видите, крутящими, для того, чтобы вы могли взяться вот так вот, натянуть его и вытащить наверх. Но мне так делать тяжеловато с моим ростом, поэтому я сразу приседаю и просто выпрямляюсь и взвожу. То есть это, ну, выглядит странно, но при этом, видите, достаточно быстро и удобно. Бац, и арбалет взведен. Вот, вау, посмотрите. Посмотрите, какой он компактный. Просто малютка. Офигенно. Ну что ж. Давайте попробуем бахнуть. Прямо отсюда. Так, да, давайте попробуем. Вставляем стрелу. Обычная 20-дюймовая стрела, кстати говоря. Так, с предохранителя снимаем. Целимся. И... Да ну! Да ну! Куда она делась? Включение на следующий день. По итогу я только на монтаже увидел, что стрела действительно прошла сквозь щит. Но тогда я еще не знал, где она. Искал ее везде. В итоге, кстати, нашел ее в земле под деревом метрах в двух, наверное. За щитом. И при том, там на наконечнике была земля. То есть я даже когда нашел стрелу, я, ну, подумал, что она куда-то в землю приедалась. Потому что там вот прям такой... Ну, было видно, что был такой хороший удар стрелы об землю. Да, она не просто там сквозь щит прошла, а где-то валялась. Так что то, что вы сейчас увидите дальше, это я пытаюсь разобраться, что произошло. И основная моя была версия, что я все-таки промазал. Потому что она что-то зомби, да еще и насквозь при том, когда он лежит. Не, когда он стоит и узенькая часть его прям сквозь полностью щит. Ну, мне было сложно поверить то, что так произошло. Куда? Куда? Куда она делась? Нет, я видел, как он... ...дребезжал. Неужели стрела воткнулась в землю? Ладно, давайте сделаем по-другому. Вон крошка лежит. Короче. Вот это одна из причин, почему оптика... Нужна вам оптика, да? Если вы стреляете на 5, 6, 10 метров, то оптика не то, что не нужна. Она просто мешается, вот как сейчас. На что ты в оптику смотришь? Ну, блин. У тебя везде щит просто, куда ни глянь. На километр вправо, на километр влево щит. Ну, я еще отодвился, посмотрел, вроде... Вроде все в щит должно прилететь, а вот... Видимо, что не в щит. Ладно, сейчас еще раз выстрелим. Я на землю поставил, чтобы если промахнуть... Сразу было видно, куда она воткнулась. Давайте, короче, еще раз выстрелим. Вставляем еще одну стрелу. Просто еще есть вероятность, на самом деле, что она прошла сквозь щит. Или, может быть, даже в щите и осталась. Сейчас целюсь не по прицелу. Бум. Ну, конечно. Как обычно. О, он. В землю воскнулась. Или в дерево. Короче, зомби ее не останавливает ни хрена. Так похоже, что он реально у нас тогда в щите осталось. Да ладно, ну-ка. Давайте-ка, так сказать... Давайте проведем... А, нет, он не может щите остаться. Не могла. Ну, давайте, кстати, реально, это будет такой небольшой тест на пробитие, так сказать. Сейчас мы выстрелим вот так вот горизонтально в зомби и посмотрим, как глубоко зайдет стрела. Так. 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 Да. Ну, блин. Ну, как? Как с этим работать-то, е... Твою мать. Что еще можно сказать об этом арбалете? Давайте немножечко... Какой важный. Как будто он главный инженер арбалетостроения. Кстати, еще один интересный. Вот тут двойной предохранитель. То есть он как на мамбе, вот с этой фитюлечкой на конце сделан, так и как на полноценном арбалете, вот с помощью бокового рычажка. Еще хотелось бы немножечко поговорить про саму систему тросов. Потому что она тут, ну, необычная для таких арбалетов. Мы привыкли, что, опять же, эта система, это удел небольших арбалетов-пистолетов. А тут на полноценном арбалете сделана точно такая же система, как на Doom Mini. То есть у нас трос. Здесь касается блока. На него наматывается, идет и сразу крепится к плечу. Такое я встречал на последних новых тенпоинтах. И в целом, да, это хорошо, потому что классическая система, когда трос проходит у нас вот здесь внизу и идет к этому блоку, ну, мне кажется, такая система немножечко устарела, потому что тросы, они перетираются, потому что это забирает лишнюю скорость. А здесь у нас скорость прям гигантская. Поэтому инженеры приняли такое решение. Ну и повторюсь, качество изготовления современных материалов, плечей и всего прочего, оно уже высокое. Поэтому нам не так важно перестраховываться и связывать все между собой, чтобы, да, все работало в связке друг с другом. Это, конечно, хорошо, но и минусы тоже есть. И качество современных материалов и производства позволяет избавиться от этого, при этом никак не потеряв ни в точности, ни в стабильности работы. Кто хочет посмотреть сбоку, вот это выглядит вот таким вот образом. Да, у нас трос идет по центру оси, а отедева чуть сверху. И поэтому сейчас, несмотря на то, что плечи согнуты, они прям сильно согнуты. Вот, смотрите, резинка даже здесь уже... Резинка здесь уже даже не касается. То есть сила натяжения большая, но при этом у нас ничего никуда не наклоняется. Да, вы знаете, что даже на современных... Точнее, даже на тех арбалетах, где у нас тросы связаны с плечами, где йоки есть, даже там это всегда происходит, даже там всегда наклоняются блоки. А тут они ровные, что, ну, блин, что не может не радовать. Что ж, давайте уже разрежу, выстрелю и подытожим. Знаете, я сейчас выстрелил и почувствовал отдачу. Я сразу вспомнил, какую отдачу я почувствовал, когда выстрелил из арбалета Барнетт Дот. Он тоже с усиленным, со взрослыми, да, плечами имеется в виду. Но это небо и земля, потому что я, походу, уже забаловался. Все современные арбалеты, которые сейчас проходят через меня, они практически не имеют никакой отдачи. Да, я уже забыл это чувство. Вот сейчас просто была какая-то отдача такая достаточно большая. Ну, я редко стреляю из больших арбалетов. Я вспомнил, вот насколько велика отдача бывает у арбалета. И поэтому, даже несмотря на то, что на этом в арбалете она есть, поверьте, для этой мощности, а этот арбалет гораздо мощнее, чем Парна Дуа, эта отдача, она вообще ни о чем. Ее как будто нет, и по факту с такой отдачей, с этим арбалетом может стрелять даже ребенок. С ним ничего не будет. Этот арбалет один из самых технически и технологически продуманных из всех, что я видел. А я, ну, поверьте, видел мало, короче, в России людей, которые видели столько же арбалетов, сколько видел и трогал я. Все, все, что в нем есть, все нужное, да, и нет ничего лишнего. Ну, кроме вот четырех винтиков на прицеле. Кроме четырех винтиков на прицеле. Стройный натяжитель есть. Двойной предохранитель есть. Кстати говоря, я аж так и не проверил. Ну-ка. Так, сейчас, смотрите. Вот я отщелкнул предохранитель, да, сейчас, естественно, крючок не нажимается. Снял с предохранителя, крючок все равно не нажимается. А если мы засовываем стрелу... То нажимается, да, так оно и есть, то есть тут. Видите, сейчас нажимается. Вытаскиваем стрелу. Сейчас не нажимается. То есть даже если вы взведете арбалет, снимете с предохранителя, выстрелите, у вас все равно не получится арбалет. Не даст вам это сделать. Ну, собственно, чего еще можно было ожидать от премиального арбалета? А это арбалет премиальный. И вот все об этом говорит. Начиная от качества изготовления. Ну и давайте закончим самым очевидным. Ценой. Я не знаю точную стоимость, но вряд ли он будет стоить дешевле, чем в Doom Military. Металлический замок. Щеточка вместо прижимного язычка. Тросы. Тросы. Они также разделены на два отдельных троса для того, чтобы увеличить площадь давления на модуль. И для того, чтобы при натяжении, опять же, был меньший перекос, потому что нагрузка в таком случае распространяется равномерно. Прорезиненное стремя. Целье. Выполнено в таком же стиле, как и натяжитель, но при этом. Да, целье защиты для рук, оно достаточно удобное. Ну и если вам нужен вивер, вот тут есть два отверстия. Да, и у нас ручка еще держится на двух винтах. То есть, во-первых, мы можем сюда вивер поставить. Продаются маленькие планочки. Во-вторых, мы можем вот эту ручку снять и вместо нее поставить длинный вивер, если нам это нужно. Ну и там уже со всеми вытекающими. Я думаю, зрители этого канала прекрасно знают, что дает вивер на арбалете. А на этом все. Советую вам посмотреть наше видео про разрешение на арбалет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч.